Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Марины Симонова и смотрите в этом выпуске. Месячная норма за 10 дней. В Удмуртии снова снегопады, когда погода даст передышку. Удмуртийский лен идет на экспорт. Какую новую продукцию освоили наши предприятия? И непрофессиональные спортсмены вновь вышли на старт. В Удмуртии открылись всероссийские зимние любительские игры. Удмуртию снова заметает. Регион во власти циклон. На осадке синоптики прогнозируют до конца этой недели. Как справляются дорожные службы? О чем просят автомобилистов коммунальщики и госавтоинспекторы? Расскажет Анастасия Редько. Метель снова накрыла Удмуртию и снова замело дворы, тротуары и городские улицы. Андрей Михайлов в свой первый рейс сегодня вышел в 4 утра. Сначала ликвидировал последствия снегопада на территории одного из изжавских заводов. Теперь помогает коммунальщикам. Когда закончат смену, не знает. Заявок, как и снега этой зимой, очень много. Работа нравится. Просто люди некоторые по объявлению вроде как приезжаем, а никто не убирает машину. Соответственно, люди ругаются. Некоторые даже не выходят. Создаются конфликты с людьми. Разруливать конфликты и искать владельцев припаркованных автомобилей приходится Елене Дубовцевой. Она в управляющей компании ответственная за чистоту в 54 домах на Ворошилово. На борьбу со стихией брошены все силы. Два трактора и 40 дворников. С нового года они работают практически без выходных. Конечно, мы 54 сегодня будем брать, но мы едва ли это сможем. На два дня мы обычно сначала дорогу чистим, чтобы проезды были, а потом уже мы работаем по объявлению. Мы сейчас один из дом чистили, там две машины не убрали. А трактор-то не входит так в ужину. Вот сколько мы ее убирали, потом ладно, жители многие молодые помогают, да как-то легче. А у центрального ГИБДД со снегом борются будущие инспекторы ДПС. Напор стихии не выдерживает даже спецтехника. Техника даже не справляется. Вот видите, буксуется, не идет, упирается куда-то. Госорганы все-таки, нужно, чтобы чисто было, все красиво. Вот, и сейчас не справляемся. У сотрудников ГИБДД работы в эти дни много и на дорогах. Плохая видимость снежной накаты и самоуверенности автомобилистов – опасная комба. Итог прошедших снежных суток – почти 90 аварий. Больше 120 побитых автомобилей и полдесятка пострадавших. Основными видами происшествия явились столкновения автотранспорта по причине несоответствия выбранного скоростного режима погодным и дорожным условиям. А также неправильный выбор дистанции при управлении автомобилем. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует соблюдать правила дорожного движения и при ухудшении погодных условий быть максимально внимательными и осторожными на дорогах. Помните, что безопасное поведение – это залог здоровья и жизни. Виновник непогоды циклон. Он накрыл Центральную Россию и не покинет территорию в ближайшие дни точно. Завтра снова готовимся покорять сугробы или стоять в пробках. Выходные осадки сохранятся, но уменьшат свою интенсивность. Температурный фон остается выше нормы и составит минус 5-10 градусов в ночные часы, а днем минус 2-7 градусов. За 10 дней февраля на регион обрушилась месячная норма осадков. С начала зимы намело столько, что высота снежного покрова приближается к отметке в метр. Рекорд смены по выпавшему снегу – Ижевск и Воткинск. Анастасия Редько, Юрий Зелененький. Новости. Более 2000 новых случаев заражения ковида было выявлено в республике за минувшие сутки. Нагрузка на поликлиническую службу остается высокой. На помощь медработникам выходят волонтеры. Они работают не только в городских больницах, но и в районах. Какую работу взяли на себя добровольцы в Шарканском районе, расскажут наши корреспонденты. В Центральной Шарканской районной больнице на этой неделе работы прибавилось. После отмены контрольных ПЦР-тестов и карантина для контактных, многие закрывают больничные листы. При этом растет и количество новых больных. Сейчас на амбулаторном лечении порядка 700 человек. Если вот у нас в январе было 450, по-моему, человек, то сейчас за первую неделю февраля у нас только было 650 человек. Это очень большой рост заболеваемости. Но это, конечно, не просто все. Некоторые уже ведь выздоравливают, мы их обзваниваем. А так в день примерно 70-100 положительных. При таком объеме пациентов свободные руки на вес золота. Сегодня медикам помогают три волонтера. Ксения Карепанова, студентка медучилища. Уже не первый год в волонтерском движении. До пандемии раздавала листовки с призывом сдать тест на ВИЧ. Затем сидела на фильтре в поликлинике. Сегодня это ценный кадр в регистраторе. Я выдаю карточки и отправляю к фельдшеру на осмотр. Если их карточек нет, то если они идут впервые, я снова делаю их заново. Они заполняют эти карточки. Если есть вопросы, я помогаю им заполнять эти карты. Дарья Беляева еще только в начале своего волонтерского и медицинского пути. Учится на первом курсе в Пермском медицинском университете. Пока студентов отправили на дистант, решила время не терять и пройти практику. В Шарканской больнице обзванивает контактных больных. Отправляет данные в Роспотребнадзор. За один рабочий день выходят на связь сотни пациентов. Медицинский персонал сейчас половина болеет. Их неком заменить. И вот мы уже приходим на помощь студентам. Помощь студента оказывают и на приеме больных. Так на этой неделе приступит к работе студентка пятого курса Ижевской медакадемии. Альбина Валикжанина, Елена Слесарева, Василий Хохряков. Новости. Жители Ижевска получили квитанции на оплату за коммунальные услуги за январь. Сумма за отопление в них изменилась. Это связано с корректировкой оплаты тепловой энергии за прошлый год. Как разобраться в расчетах, специалистов распростили наши корреспонденты. Батареи в квартире всегда теплые. Это хорошо, когда на улице холодно, а дома батареи хорошо греют. Ижевчанка Людмила Ковырзина. Январскую платежку за отопление она уже получила. Сумма, говорит, изменилась, но незначительно. Вчера пришли платежки, посмотрела, что сумма за теплоэнергию немножко подросла. Январский платеж действительно стал больше. Энергосбыт сделал корректировку. Так требует закон для регионов, где жители платят за отопление по принципу 1,12. Значит, одинаковыми частями весь год. Энергетики подчеркивают. Повышение суммы не связано с тарифом. Он устанавливается на год и меняется только летом. На изменение размера платы повлиял объем потребленного тепла. 2021 год был значительно холоднее предыдущего. А значит, и гикокалорий на обогрев энергетики отпустили больше, чем фактически оплачивали клиенты. Прошлый год, календарный год 2021, был значительно холоднее, чем даже средняя годовая температура многолетняя. А начисляли мы уважаемым клиентам отопление по среднемесячному рассчитанному по температуре 2020 года. Счета подрастут, но не критично. Например, месячный платеж для собственников ижевской квартиры площадью в 100 квадратных метров увеличится на сумму менее 300 рублей. Всего корректировка будет выполнена более чем для 1800 домов. Для каждого здания она будет индивидуальной. Информация открытая. Узнать размер корректировки можно на сайте компании в разделе «Теплоснабжение». Основная информация, которую клиенты могут увидеть в этой таблице, это среднемесячный объем, который применялся в 2021 году, и среднемесячный объем, который будет применен сейчас. Соответственно, по этим данным можно сделать и вывод о том, корректировка будет по конкретному адресу в плюс или в минус. Снять многие вопросы по корректировке можно, просто заглянув на сайт удмуртского филиала «Энергосбыта». Окно с разъяснениями всплывает сразу, как клиент попадает на главную страницу. Тема описана максимально просто и подробно, с инфографикой, ответами на типичные вопросы и ссылками на действующее законодательство. Кроме того, адресовать вопросы можно и специалистам «Энергосбыта» через обращение в личном кабинете плательщика. Светлана Буланова, Андрей Бусыгин. Новости. Удмуртский государственный университет подводит итоги первого года реализации программы «Приоритет-2030». Напомню, в прошлом году наш вуз вошел в число 106 российских университетов, которые в течение 10 лет будут получать по 100 миллионов рублей на развитие образования и науки. Благодаря этой грантовой поддержке студенты, преподаватели и ученые смогут реализовать проекты, направленные на развитие республики. Речь идет о создании новых высокотехнологичных отраслей экономики в сфере переработки отходов, биомедицины, искусственного интеллекта. Уже есть совместные научные разработки с предприятиями России и Удмуртии. Совместно с заводом «Эликонт» мы уже создали промышленный образец цинкбромидных накопителей энергии, которые будут способствовать организации экспортного производства. И это производство позволит привлечь дополнительно в республику инвестиции порядка 30 миллиардов рублей. Благодаря грантовой поддержке ВУЗ будет готовить специалистов нового уровня. Для этого УДГУ открыл новые образовательные программы, благодаря которым, например, удастся закрыть потребность в дефиците химиков и экологов. Удмуртские льнопроизводители вышли на зарубежный рынок. Первая партия новой для нашего региона продукции уже ушла за рубеж. Что такое катанин и как его производство осваивали на нашем льнозаводе, расскажет Елена Буховская. Засоренность вообще этого катанина, она очень маленькая. Где-то 2% всего лишь костры. Все остальное, это 98%, это практически это вот все льем. Это чистый хлопок, как говорится. То есть, ка из льна. Это катанизированное льноволокно по сути альтернатива хлопку. Внешне очень похоже на вату. На Шарканском льнозаводе его так и называют удмуртской ватой. Может использоваться в легкой промышленности для производства пороха, целлюлозы, утеплительных материалов. Линию по производству катанина на предприятии запустили пару лет назад. Специалисты в деталях изучили опыт российских и зарубежных коллег. Выяснили, нюансов для производства ваты по-удмуртски много. Для катанины волокно должно быть однотонное. Желательно светлый. А это значит, льон немного не вылеженный. Чтобы освоить новое производство, здесь закупили первую в регионе линию по глубокой переработке льна. На модернизацию завод получил субсидию в 13 миллионов рублей. Цель была не просто освоить производство новой для удмуртии продукции, но и вывести катанин на экспорт. И вот первую партию весом 17 тонн уже отгрузили из Шарканского района в Китай. В планах обороты наращивать. В 2021 году мы съели 1174 гектара. И льон убрали 1330 тонн. Это только на одну смену, на год работы. Вот из-за этого мы добавляем гектары. Следующий год у нас будет 1286 гектаров. Это мы уже планируем где-то 2000 тонн собрать сырье. На предприятии отмечают, если спрос и дальше будет высоким, то здесь готовы полностью перейти на выпуск катанизированного волокна. Главное, говорят, чтобы погода летом не подвела. Елена Абуховская, Елена Слесарева, Василий Хохряков. Новости. 50 новых работников сельские учреждения культуры рассчитывает привлечь республика за счет новой программы. Она так и называется – «Земские работники культуры». Проект федеральный. Его реализация начнется уже в этом году и будет действовать на всей территории страны. У Дмуртина участие в новом проекте уже заявилось. Сегодня мы готовим специалистов для народных инструментов, для руководителей народных инструментов. Часть ребят, я уверен, что вернутся в свои села, в свои районы в качестве музыкантов, баянистов, которые, безусловно, для работы хора, ансамбля, оркестров обязательно нужны. Сейчас в Удмуртии один из 12 регионов с наибольшей потребностью кадров для учреждений культуры в малых населенных пунктах. В сфере культуры только 40% работников – дипломированные специалисты, причем многие из них – люди в возрасте. Федеральная программа должна заинтересовать молодежь работать в сельских ДК. Размер выплаты на одного человека по аналогии с уже действующими в других отраслях программами «Земский учитель» и «Земский доктор» составит 1 миллион рублей. В Удмуртии продолжаются всероссийские зимние любительские игры. Сегодня второй день состязаний. Накануне прошли спринтерские гонки на 4,5 километра в разных возрастных категориях. Победителями стали ижевские биатлонисты. Всего в гонке участвовало 33 спортсмена. Это моя уже девятая биатлонная гонка среди любителей. Ой, обожаю биатлон, люблю. Сын занимался биатлоном, но бросил. Вот я продолжаю своим примером. И вообще просто кайф. И как сегодня? Супер. В Лешке, конечно, промахнулась три раза, но зато в стойке только один. Напомню, всероссийские зимние любительские игры Удмуртия проводят уже во второй раз. В этом году состязания собрали более 450 любителей. Помимо лыжных гонок и биатлона в программе «Сноуборд» и «Керлинг». Соревнования продлятся до 14 февраля. В этом году их посвятили двум важным датам. В этом году исполняется 80 лет Галине Кулаковой. И ровно 50 лет назад она завоевала первое олимпийское золото в истории Удмуртии. И у меня на этом все. Оставайтесь на нашем канале. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова